Ласточка и птички. Летуния ласточка и там и сям бывала. Про многое слыхала и многое видала, а потому она и более многих знала. Пришла весна и стали сеять лен. Не по сердцу мне это. Пичужечком она твердит. Сама я не боюсь, но вас жаль. Придет и лето, и это семя вам на пасти породит. Произведет силки и сетки. И будет вам виной, или смерти, или неволи злой. Страшитесь вертела и клетки, но ум поправит все. И вот его совет. Слетитесь на загон и выплюйте все семя. Пустое рассмеялось, скричало мелко племя, как будто нам в полях другого корма нет. Через сколько дней потом? Не знаю. Лен вышел, начал зеленеть, а птичка тоже песню петь. Эй, худу быть, еще вам, птички, предвещаю. Не дайте лену созреть. Вон с корнем. Или вам придет дождаться лиха. Молчи, зловещая в ролиха, скричали птички ей. Ты думаешь, легко выщипывать все поле? Еще прошло десяток дней, а может и гораздо более. Лен вырос и созрел. Ну, птички, вот уж лен поспел. Как хотите, меня зовите, сказала ласточка, а я в последний раз. Еще пришла наставить вас. Теперь того и ждите, что пахари начнут хлеб с поля убирать, а после с вами воевать, силками вас ловить и с оружием убивать, И сетью накрывать. Избавиться такого бедства, другого нет вам средства. Как далее, далее прочь. Но вы не журавли. Для вас ведь море край земли. Так лучше ближе приютиться, забиться в гнездышко, да в нем не шевелиться. Пошла, пошла. Других стращай своим ты вздором. Вскричали пташечки ей хором. А нам гулять ты не мешай. И так они в полях летали, долетали, да в клетку и попали. Всяк только своему рассудку вслед идет. А верует беде не прежде, как придет.